здравствуйте дорогие мои друзья что же продолжаем мы некую такую маленькую серию русских сказок про илью муромца прежняя сказка окончилась тем что владимир за сыпал погреб куда зашел винный погреб куда зашел илья муромец и так сказать богатыри русские уехали со двора но это возмутительно я думаю конечно владимир козел без сомнения да но а богатыри там же был добрыня и кич алёчер попович там какой-то еще чулбамбек махисеевич на там разные были чурила плиткович да вот как бы вот столько богатырей и они вот даже ничего не чухнули то есть сказали князь ты чё давай откапывай илью то блин это чего ты его хочешь загубить то нет даже добрыня и кичская все мы обиделись на тебя уезжай а илья пусть погибает то есть как бы не выставляет в таком не очень хорошем свете богатырей то русских ладно друзья мои давайте пойдем дальше вот наша сейчас дальше называется илья муромец и калин царь тихо скучно у князя в горнице не с кем князю совет держать не с кем пир пировать на охоту ездить ни один богатырь в киев не заглядывает то есть некий собутыльников нет все разбежались пировать не с кем скучно тетки одни сидят там княги не там ему на это на лысину капает этому князю ты там то да все там ночью а то он все время отмазывался там ну я там с богатырями совет держу соберутся в горнице на жрутся песни поют но еще весело и куда на охоту поедут все значит там княги да мы придели да знаете как дядьки там соберутся на рыбалку все там жена мы там себе рыбу на на самом деле приходит нажираются те времена та же фигня была даже у князей поэтому тут даже и говорить нечего алья сидит в глубоком погребе на замке запертые решетки железные заваренные решетки дубьем корневищами засыпано для крепости желтым песком не пробраться или и даже мы к илье даже мышки серенькой тут и старому и смерть пришла хотя там вино было помните в погребе то бочонки сорокалитровые вина сладкого да была у князя дочка умница знает она что илья муромец мог бы от врагов защитить киевград мог бы постоять за русских людей и убедить от горе и матушку и князя владимира вот она гнева княжева не побоялась взяла ключи у матушки приказала верным своим служаночкам подкопать погребу под подкопы тайны и стала носить илье муромцу кушанье и меды сладкие сидит илья в погребе жив-здоров а владимир думает что его давно нету но ведь а какой гордый то все не выходит подкопы подкопали можешь выйти там и иди гуляй себе да там но тут видно все-таки мне кажется вот здесь дочка то не просто богатырей там закиев она нравился ей илья муромец хотя возраста ну понятно что он уже дядька такой солидный там ну сколько то она все-таки там ну разница в возрасте была там ну лет двадцать точно но друзья мои где найдешь такой дядька солидный это слава идет но девушка влюбилась нам ну и понятное дело так бы он сразу вышел и все сказал все нормально спасибо а тут он сидел то есть вино есть харчи есть и еще и любовь тут закрутился у них роман то есть она стала туда бегать в этот погреб и днем и ночью да то есть ну тут как как это куда деваться то есть любовь девушка ну а дядька конечно мы тоже помним что он в литву ездил там у него романы крутил и плюс еще да да и старая княжната на него заглядывался всегда вот этого тема темы ну друзья мои а как куда деваться куда деваться жизни жизнь то есть тут конечно а прикрываются что как бы за свободу киева на самом деле ну несколько такая история более романтично значит сидит раз князь горнице горькую думу думает вдруг спешит по дороге скачет кто-то копыта бьют будто гром гремит повалились ворота тесовые задрожала вся горница половица в синях подпрыгнули сорвались двери с петель кованых и вошел в горницу татарин посол от самого князя татарского калина сам гонец ростом со старый дуб голова как пивной котел то есть любил любил поддавать похоже такой старый старый корешок блин ну это и заливал себе там пиваса полную полную башку подай подает князь гонец конязю грамоту а в той грамоте написано я царь калин татарами правил татар мне мало я на хотел ты сдавайся мне князь киевский не то всю русь огнем сожгу конями потопчу запрягу в телеге мужиков порублю детей и стариков тебя князь заставлю коней стеречь а княгиню на кухне лепешки печь то есть вообще оскорбительное письмо да вообще его значит как бы в рабство книги у него себе там в наложнице потому что лепешками не обойдешься спецом значит вот такие оскорбительные слова этому дяде вове князю тут князь владимир разохался расплакался почесал свою плешивую голову пошел к княгине апракси 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 господи какое ударение ставит что мы будем делать княгинюшка рассердил всех бактерии теперь нас защитить некому верного илью муромца заморил я глупой смертью голодный теперь придет придется нам бежать из киева а где же вот твои там этот как его колокольцев золото в бастрыхин они что что не впрягаются за тебя тоже у него такие же были да такие же персонажи очень ловкие которые только казну и тырили ну ладно а тут понятно чё княгинюшка придется нам это набрать сколько сколько и в литву или куда там если нас примут а то это не примут тоже в рабство возьмут говорит князь его молодая дочь а дочка прям светится потому что подумает ну нормально вообще теперь надо пора бы отношения как бы это завизировать как то хватит уже в подвал бегать уж три года там подвал бегает уже как бы надо создавать семью сказать а папе то не знает как сказать слушай говорит это скоро внучки бегают начнут там эти ты тут с ильей там породнились можно сказать под по такой линии а ты все тут это чешешь нам значит пошли батюшка поглядеть на илью может быть он еще живой в погребе сидит эх ты дурочка неразумная если снимешь плеч голову разве прорастет она может ли илья три года без пищи сидеть давно уж его косточки в прах рассыпались она одно твердит пошли слог поглядеть на илью дурак хочется сказать дурак ты блин так не разберешь тут все весь двор уже знает что илья там сидит жрет и только давай говорить поросят давайте там окорок давайте вина еще тащи все там уже все знают князь нихрена знает что все что у него в доме творится да уже там дочка наверное действительно уж родила там какие-то внучата бегают откуда такие мальцы то есть в дворе в княжных этих на самом деле друзья мои то есть дурень он был ну это и на что же пляши вот такой же тоже хитрый вроде на дурак дураком каждый его каждый хрен его обдирает то есть все время всю казну своровывает значит дурочка неразумная пошли слуг послал князь раскопать погреба глубокие открыть решетки чугунные открыли слуги погреба там илья живой сидит перед ним свеча горит увидали его слуги к князю бросились но сидел поддатый потому что там в темноте без этого дела ну ну свечка горит но все равно солнце не видно хотя он выходил вечером погулять погулять там не знаю тогда они курили но там посидел на заваленке сидит там смотрит ну потом надо возвращаться когда день наступает чтобы там ну не запалить всю эту контору так значит послал значит и значит князь книги спустились погреба кланяется князь илье до земли помоги нам ильюшенька обложила татарская рать киев с пригородами выходили я из погреба постой за меня я три года по твоему указу в погребах просидел не хочу я за тебя стоять я уж тут присиделся у меня уж ноги не ходят поклонилась ему княгинюшка за меня постой илья иванович для тебя есть погреба и для тебя я из погреба не выйду вон да а вот ведь княгиня тоже имела интерес но тут уж дочка куда деваться а книги все на все таки это что тут делать князь молчит княги не плачет илье а я на них даже глядеть не хочет вышел тут молодая княжеская дочь поклонилась илье муромцы не для князя не для киньи не не для меня молодой а сама подмигивает ему а для бедных вдов для малышей выходи илья иванович из погреба ты постой за русских людей за родную русь ну и за наших детишек которые тут тоже как бы это статары могут пере это перебить обещали ведь младенцев перебить вот какие жестокие люди стал тут илья расправил богатырские плечи вышел из погреба сел он на бурушку косматушку поскакал в татарский стан ехал ехал до татарского войска доехал взглянул илья муромец головой покачал в чистом поле татарского войска видимо-невидимо серой птицы вокруг и за день не облететь быстрому коню неделю не объехать сидит среди войска татарского сидит за стоит золотой шатер в этом шатре сидит калин царь сам царь как столетний дуб ноги бревна кленовые руки грабли еловые голова как медный котел один золотой другой серебряный ну то есть видите весь тоже пьяница друзья мои вот когда я читаю голова как медный котел понимаю пьет как сивый мерин друзья мои что делать такие вот такие были пьян пьянствуют ну я не знаю татар вроде не положено а это я не знаю кумыс они что ли там что-то бродили чтобы он был там градус давал вполне возможно значит увидал царь илью муромца стал смеяться бородой трясти налетел щенок на больших собак тебе где тебе со мной справиться я тебя ладонь на ладонь посажу другой хлопну только мокрое место оставится ты откуда такой выскочил что накалено царя тявкаешь то есть видите опять те же самые понты знаете вот ты кто такой давай до свидания знаете помните такие эти выражения то есть он мне ну хочешь там ну дай ты ему у самого башка как котел а приехал дядька такой ну тем более ну такой не не сказать уж прям здоровяк а он такой силы у него была такая в корне да но все равно он его хотел на 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 понты взять типа чё приехал мы тебя сейчас тут размотаем ты видишь мы тут приехали с татарами тебя сейчас устроим такое-то там ну то есть его хотел взять на испуг на на понт но друзья мои что нам ответил ямур говорит ему илья муромец раньше времени ты кален царь хвастаешь невеликий а богатырь старый казак илья муромец а пожалуй и я и не боюсь тебя услыхав это кален царь вскочил на ноги слухом о тебе земля полнится коле ты славный богатырь илья муромец так садись со мной за дубовый стол есть мои кушани сладкие пей мои вина заморские не служи только князю русскому служи мне царю татарскому рассердился тут иван а то же а и сразу ведь сдулся на хотел перекупить и тоже только за харчи работать знаете что тут что за дела то получается богатыри за харчи что ли пашут что ли прямо как у нас эти так сказать люди все то есть вот кроме харчи ничего там ничего не накопишь на этой службе услыхал значит так на рассердился тут илья муромец не бывало на рути изменщиков я не первать к тебе пришел а с руси гнать тебя долой ну то есть один человек пришел а там их ну там ну порядка ну несколько тысяч сидит этих татар и все такие морды здоровые это же все и жрать и пить гораздо знаете представляете мужество нашего ильюша вот это да а такой тоже не очень здоровый там все такие морды знаете как говорится за неделю не не это как говорится не не обсеришь извините за выражение значит снова начал его царю говорит славный русский богатырь илья муромец у меня есть две дочки у них косы как воронье крыло у них глазки словно щелочки платье шито яхонтом да жемчугом я любую за тебя замуж отдам будешь ты мне любимым зятюшкой опа то есть представляете себе двух дочек хотел отдать сразу ну положено татар то можно такие дела делать но илья наш во первых он человек верный вы не думаете что он там если в литве он там он был холостой а вот в погребе у царя он уже как бы гражданский брак затеял то есть он за свою вот эту дочку княжескую плюс уже детишки там а вот кто бы там какие-нибудь начали бы сказать ладно тут давай на дочек купился на золото купился нет илья был строгих моральных принципов правда конечно а иногда он их не 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 следил за это бывает ну что еще пущер съедился илья муромец ах ты чучело заморской испугался духа русского выходи скорее на смертный бой выну я свой богатырский меч на твои шеи посватаюсь о как вот эти припарочка после бани знаете ему предложили родственником стать он тут мечом угрожает взъярился тут и кален царь скачил на ноги кленовый кривым мечом помахивает громким голосом покрикивает я тебя деревенщина мечом порублю кочем по копьем поколю из твоих костей похлебку сварю еще и людоед оказывается стал у них великий бой они мечами рубятся только искры из мечей бита изломали мечи и бросили они копьями колется только ветер шумит да гром гремит изломали все копья и бросили стали биться они руками голыми кален царь ильюшенко бьет и гнет белые руки его ломает резвые ноги его подгибает бросил царь илью на сырой песок и сел ему на грудь и вынул острый нож вот друзья мои а тыща татар просто смотрит думает как классно найти там пусть этот то ли то ли царь убьет то ли илья нам какая разница да то есть по большому счету ничего сами не воюем только смотрим то есть зрелище такое найти вот как бой в ринге да еще тут гладиации бои нормально еще и царь вот нашего бы этого пляшивого тоже куда-нибудь с кем-нибудь выставить на бой и смотреть представляете там ну я не знаю с кем с кем он там при это бодается ну вот к примеру вована с этим с навальным выставить для вот ну в ринге ну без ножей пусть так друг другу морду чешут интересно вот вы на кого ставите но очень навальный наваляет потому что ну и рост и руки у него длинные и навальный упорный а вован конечно ну испугается он конечно на понтах тоже может там пальцы гнуть а когда делать дойдет он слабоват слабоват я честно говоря ну вот в такой схватке ставлю на навального он он запросто ну запросто бы этого но и тут друзья мои истории другая извините за некое такое отступление лирическое значит видим что бросил илью на сыру землю и с ножом распорю я те грудь могучую посмотрю на твое сердце русское говорит ему илья муромец в русском сердце прямая честь да любовь круси матушки калин царь ножом грозит издевается а ты впрямь не велик богатырь илья муромец верно мало хлеба кушаешь я а я съем калач да и сыт с него рассмеялся татарский царь а я ем три печи калачей в щах съедаю быка целого ничего говорит ильюшенька была у моего батюшки корова обжорище она много ела и пила да и лопнула говорит илья на сам теснее к русской земле прижимается от русской земли к нему сила идет по жилушкам или и перекатывается крепит ему руки богатырские вот друзья мои вот это колдовство настоящий то есть ильюш это все равно баловался колдовством то вот он всегда от земельки то раз его он не первый раз уже такие дела проделывает то есть силы земли о чем я вам всегда говорю это силы природы земля и небо силы стихий вот она наша сила колдовская или я тоже как говорится из нашей шатии братья тоже такой но не афишировал не афишировал больше как бы а этот вот как обычно злодей начинает понтоваться да я тебя да я вот чувствует победу но ему надо еще поиздеваться человека унизить вот и владимиру надо было унизить илью да и этому нет чтобы ну уж выиграл да там ну ткни ножом все закончить нет ему я сейчас тебе это я сейчас тебе то ты вообще для меня никто да там кто за тобой стоит ну такие вот все эти базары такие гнилые ладно ну ладно издевается и еще говорит типа жру как конь блин три печи калачей попадите такой жердяй значит к русской земле замахнулся него ножом калин царь а ильюшенька как двинется слистел с него калин царь словно перышко мне илья кричит от русской земли силы втрое прибыло да так схватит он калина за ноги калиновые стал кругом татарином помахивать бить крушить им войско татарское где махнет там станет улица отмахнется переулочек бьет крушит приговаривает это вам за малых детушек это вам за кровь крестьянскую за обиды злые за поля пустые за горабеж лихой за разбой да за всю землю русскую тут татары в общем поняли что дело дело кисло тут татары на убег пошли через поле бегут громким голосом кричат ай не предверись нам видеть русских людей не встречать бы больше русских богатырей полно с тех пор на рус сходить бросил илья калина царя словно в ветушку негодную золотой шатер зашел налил чару крепкого вина не малую чару а полтора вид но он привык друзья мои в подвале три года он каждый день на вине ну то есть по большому счету печень конечно уже у старика действительно как бы тренироваться не тренировался поэтому как бы тот его быстро одолел только без колдовства вообще сдулся но вот видите тяга к спиртному осталось то есть первую делу быстрее он там быстрее в этот шатер думает наконец-то я там этих татар разогнал то есть его прямо тянул он но чувствовал уже знаете как человек который привык он чувствует где пахнет вином думаю эту бодягу я быстрее сейчас закончу зайду и жвахну стакан знаете как бывает с похмелюги у князя я уже все покреп вообще высушил там это какая-то мышь повеситься хоть калина царя я хоть у него там запас я знаю есть зашел и видите полтора ведра за один присест это вам чё это ведро то ну это вообще солидно выпил он чару за единый дух выпил он за рось матушку за ее поля широкие крестьянские за ее города торговые за леса зеленый за моря синие за лебедей на заводях это вот вы посчитайте сколько сколько этих ведер он выпил закат то есть положено не вам не сразу за все вместе пить а каждый тост поднимал за это за поля за леса за лебедей вы представляете и по все по полтора ведра вот вот вам знаете сидеть в погребах княжеские действительно сопьешься друзья мои надо надо после этого он долго лечился в латвии я думаю там ну как говорится на водах так и климат там мягенький ну правда да зимой плоховато но летом ничего значит слава слава родной руси не скакать врагам по нашей земле не топтать их коням русскую землю не затмить им солнце наше красное все друзья мои видите вот вот и сказочки конец ну хоть конец нормальный илья там остался правда конечно ну некая зависимость от алкоголя осталась но зато как мы понимаем у нее взаимоотношения с княжной то есть уже и детишки там ну в общем нормально в этом деле с ильей нормально я думаю она ему не позволит пьянству проходить как-нибудь уговорит хотя видите ну кто знает возможно продолжим эту сказку не знаю тут дальше пока продолжения нету посмотрим но хорошо видите вот такие такие вот русские богатыри были и князья козлы как и сейчас собственно говоря ну правда богатырей это не видать но может где-то есть все таки а князья то да к низей как грязи из грязи в князи но часто каждый князь оказывается самый такой и грязь и есть куда не посмотришь нормальных нету все друзья мои пока